Так, вопрос на подумать. Сидите ли вы на дорожку перед поездкой? Да, периодически присаживаюсь. Периодически? То есть это у тебя прям не традиция? Когда с семьей вылетаю, присаживаюсь. Потому что у меня есть моя любимая женщина, они более любят вот эти все гороскопы, обычаи. А я могу и не присесть, когда на гастроли езжу. От этого ничего не меняется. Это не главное. Главное быть вовремя. Так, красненькая. Любую красную. Беру. Пожалуйста. Так, откровенный вопрос. С кем из бывших вам хотелось бы однажды сойтись заново? Ну, я бы с удовольствием сыграл бы еще один какой-нибудь хороший громкий концерт с Женей Хафтаном из Браво. С удовольствием. Ушел, ушел. Ушел от вопроса. Нет, нормально. А с зодчими? С зодчими. А мы с зодчими, кстати, Юрию Давыдову, когда был полтинник, Лерш, 7 уже назад, вот, то мы грохнули такой у него, наверное, на... Ну, там, правда, у нас прыжки были в песне «Автобус 86». Ты бы видел, как Давыдов, Лоза, люди ныне тучные, как они прыгали. Сказали, что же ты делаешь? Как Сюткин прошелся-то по своим товарищам, которые не в такой форме, как он. О чем вы говорите? Сурово и жестоко. Да, да. Но справедливо. И еще один красненький. Еще одна красненькая. Сплошная откровенность. Так, изменяли ли вы когда-либо своему партнеру, возможно, не текущему, но здесь тоже, наверное, партнеры имеются в виду... Ну, вот я выпустил сольный альбом, да, и изменил своего оркестра. Конечно. Сюткин выпустил новый альбом, ну, можно сказать, что уже выпустил. А я, наверное, с ней знает границ, в конце концов. Да, это всем известно. Значит, весной уже или раньше он появится? Ну, вот 31 марта мы будем играть концерт в театре эстрады. Это, наверное, будет таким настоящим, считаться днем рождения. Обкатаем. А я надеюсь, что вы все этот альбом послушаете. Скачивать будете только легально, правильно, не никакого пиратства. Мы за права боремся. Покупайте, Валер. Спасибо, Валер. Это дает удовольствие. Спасибо. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».